Доброе утро, страна! 5 декабря с вами продолжают встречать Марьяна Маренкова, Анна Квилория и... Доброе утро! С 13 по 18 декабря Большой театр Беларуси приглашает на Минске международный рождественский оперный форум. Он пройдет уже в 12 раз. 13 декабря форум откроется с классики. Это показ спектакля Евгения Онегин в постановке Московского музыкального театра «Геликон опера». Минчане и гости столицы впервые увидят спектакль народного артиста России. Дмитрия Бертмана, вот так, который воссоздал эталонный спектакль великого Станиславского. Да, и в мир красивой музыки, драматических сюжетов и сильных голосов окунемся прямо сейчас, потому что, как вы уже заметили, в гостях программы «Доброй ранец Беларусь» солисты оперы Большого театра Беларуси, Мария Галкина и Дмитрий Шабейцев. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну как вы, проснулись так рано, артисты? Пытаемся! А голос? Ну голос чуть-чуть позже. Он с нами, но он чуть-чуть позже, да. Спасибо, что вы пришли нам рассказать про 12-й международный оперный форум. Говорят, ценители, оперные ценители говорят, что знакомство с Большим театром нужно начинать именно с этого форума. Это правильно? И почему это правильно? Конечно. Но форум это всегда яркое очень событие, вот, потому что съезжается много новых интересных солистов с разных театров, и это всегда интересно, потому что люди смотрят наши постановки непременно, да, которые приходят в театр, а тут приезжие солисты и иногда интегрируются, допустим, вот, да, в состав наших спектаклей или мы в их спектакле, плюс концерты обязательно проводятся. Да, вот, 15-го числа пройдет замечательный концерт «Молодые голоса», опера, а 18-го будет гала-концерт, в котором будет выступать Мария, вот, и это будет очень интересный комбайн солистов, потому что там будут не только наши местные звезды выступать, но и звезды приезжие из других театров. Кстати, кстати, насчет других театров. Большой театр России, да, Большой театр Беларуси, как раз-таки 15-го декабря на одной сцене соберутся солисты. А в чем идея концерта? 15-го числа? Да, да. Ну, 15-го числа более, как сказать, более молодые, более, 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 да, подающие надежды, обзовем их так, нас так, вот, а 18-го числа уже, конечно, приедут более маститые и наши замечательные солисты, солистки. И на Марию посмотрели? Да, потому что Мария будет 18-го, исполнять прекрасные произведения, вот, ну, в любом случае, два концерта абсолютно будут исполнены на профессиональном уровне, поэтому я думаю, что на какой концерт вы захотите прийти, на такой приходите, а приходите лучше на оба. А билетов нет, но вы приходите. Как всегда. Может, мы придумаем. В форуме невозможно, мне кажется, практически достать билеты, если спохватился уже вот сию минуту. В форуме это также подведение итогов, то, чем мы можем похвастаться, то, какие солисты у нас выходят после каких-то конкурсов. У нас был замечательный конкурс рождественский, который проходил не один год, и мы можем похвастаться тем, что было огромное количество участников, которые сейчас поют во всех театрах мира. И сейчас на форум съезжаются как раз-таки те лауреаты, которые уже звезды мировых оперных театров. О звездах. Вот хочется о Дмитрии, да? Да, ведь он примет. Но Мария участвовала в конкурсе, и какое у вас место, Мария? У меня было второе место. Вот, замечательно. Поздравляем. Но мы знаем, что Дмитрию еще предстоит в январе участвовать в большом конкурсе. Это первый международный конкурс вокалистов и концертмейстеров. Хиблы и Герзмавы. Это будет впервые проводиться. Расскажите, как вы готовитесь? Какой материал будет там исполнен? По мере возможности. Потому что, на самом деле, я достаточно плотно сейчас занял в репертуаре нашего театра. И у нас сейчас идет постановка замечательной оперы для детей, которая называется «История Кая и Герды» Вани Ивича, которую ставит наш главный режиссер театра Анна Моторная. Поэтому в промежутках между этими репетициями и спектаклями приходится работать с концертмейстером, для того, чтобы хоть как-то найти возможность для того, чтобы подготовиться на конкурс. Но на самом деле это достаточно ответственное мероприятие, поэтому я надеюсь, что все пройдет хорошо. А что вы будете исполнять? Я могу сказать, что то, что я буду исполнять с 15-го числа Арию Каварадоси из Ульпертозской, это 100% будет тоже на конкурсе. И у меня будет наш национальный репертуар. Это «Дикая охота короля Астаха». Но это такой был секретик, но уже не секретик. Все, уже вся страна знает. Немного преодолели эту тайну. Кстати, Дмитрий, по поводу новых проектов. Мы знаем, что вы выиграли грант от президента Республики Беларусь. И проект ваш авторский называется «Белорусские премьеры». На самом деле это здорово, потому что опера, конечно, ассоциируется с итальянскими какими-то голосами, авторами и так далее, но у нас есть прекрасные белорусские композиторы. Я так понимаю, что здесь основной акцент именно на авторство белорусское. Да, потому что у нас замечательные композиторы. И прикоснуться к их творчеству – это, конечно, большое удовольствие, большая радость и для зрителей в том числе. Потому что это чудесное произведение, новое произведение, которое еще никто не слышал. И вот мы, опять же таки, вместе с Марией, первооткрыватели, мы дарим людям эти замечательные произведения. Выступаем вместе. Да, эти премьеры 17-го числа у нас будет концерт. Вы напоминали, да. Не забудьте. 17-го числа у нас будет концерт. Мы вместе с Машенькой будем с удовольствием радовать нашу победу. В мире признано, что белорусские языки являются одним из самых звучных, мелодичных для музыки, для исполнения каких-то произведений. В пятерку, насколько мы знаем, ходят самых мелодичных. Поэтому то, что нет ярких и больших концертов, это очень обидно. Поэтому Диме огромное спасибо. Мы узнаем, познакомимся с белорусской музыкой. На самом деле она широкий, имеет отклик у людей. Очень много людей приходит и говорят, спасибо вам большое, что мы сейчас узнаем о белорусской культуре. У нас есть свое направление музыкальное, и свои композиторы, они раскрывают немножко нашу культуру. Поэтому за это спасибо большое нашим удивительным композиторам. Побольше бы таких... Пишите тогда, пишите. Побольше бы таких, чтобы вы были нашими проводниками, и белорусская мова звучала на мировой сцене оперной. Я этого желаю. С удовольствием. Да. 18 декабря нас ждет еще один гала-концерт звезд мировой оперы. Мы знаем, Мария, вы имеете к этому отношение. Расскажите поподробнее. Там и Армения, и Азербайджан будут участвовать огромное количество. Да, это лауреат, это ребята, с которыми мы участвовали на этом конкурсе. Мы встречались с ними на Компетишн-де-Л'Опера, в Санкт-Петербурге. Это люди, которые уже сейчас немножко имеют востребованность в других театрах, имеют практику театральную. И, безусловно, встречаться всем вместе в одном концерте – это большая радость, потому что сейчас настолько насыщенная, наполненная жизнью артиста, что мы никак не можем даже созвониться и пересечься. И, конечно, это хороший повод в одном месте вспомнить, может быть, даже какие-то дуэты. Поэтому будет очень много наполнено программой дуэтами. А немного фамилий. Ага. Волкова, я знаю, что Оксана будет обязательно. Оксана будет, да. Владимир Громов. Ну, это безусловно, да. Мы вас наталкиваем. Мы сейчас говорим о своих артистах. Конечно, понимаем, что приедут со всего мира люди, которые очень известны в оперных, скажем так, кругах. Вы знаете, сейчас немножко все меняется. Были одни фамилии, сейчас кто-то не может, кто-то приезжает, кто-то уезжает. Поэтому я боюсь сейчас заранее вас озвучивать приезжих артистов, потому что может что-то меняться. Пусть это будет сюрпризом. Никто не будет разочарован в любом случае. Я думаю, что 17 декабря уже точно будет известно накануне, да? Да, и, кстати говоря, дорогие друзья, вот по поводу, затронули сегодня тему билетов, что их очень тяжело достать. Но у нас есть для вас уникальное предложение. Значит, какое у нас тут число? 15 декабря. Есть возможность получить вот эти билеты, поучаствовать в нашем розыгрыше. Для этого нужно что сделать? Прийти в наш инстаграм программы Доброй Раняти Беларусь, прочитать там условия. И, возможно, именно вы со своим любимым человеком, со своей подругой, другом сходите на прекрасный концерт. 15 декабря, напомним, у нас ожидается какой? Молодые звезды оперы. Вот этого человека можно будет видеть не с экрана телевизора, а прямо на сцене живьем, так сказать. Большое вам спасибо. У вас есть уникальная возможность сейчас всех белорусов, и не только, пригласить на Международный оперный рождественский форум. Камера для вас. Дорогие друзья, для нас большая честь пригласить вас на рождественский форум, который будет накануне Рождества и Нового года. Мы постараемся вас удивить, порадовать и подарить частичку нашего сердца и души. Поэтому ждем вас 15, 16, 17 и 18 числа в Театре Республики Беларусь. И особенно двух человек ждут 15 числа, который выиграет эти билеты. А мы напомним, что сегодня у нас в гостях были солисты Большого Театра Беларуси Мария Галкина и Дмитрий Шабетя. Огромное спасибо, что пришли. Мы желаем вам самого красивого форума. Спасибо большое.